Мам! Она опять взяла мою тушь. Ой, на, не ной, я уже накрасилась. Я, между прочим, на нее заработала. Так, девочки, не ругайтесь, я ухожу в воду поздно. А куда это ты? На свидание. Да какое еще свидание? Один очень влиятельный и приятный мужчина пригласил вашу маму в кафе. Нормально, месяца еще не прошло, как вы с папой развелись, а ты уже новые отношения заводишь? Ну а что мне себя хоронить теперь? Я молодая и красивая женщина, в самом расцвете сил. Ну, не знаю, как минимум нужно время, чтобы прийти в себя после прошлых отношений. Или ты совсем папу не любила? Любила. И чем он мне отплатил в итоге? Да и я, знаете ли, с годами не молодею. Надо ловить момент, пока на меня еще смотрят мужчины. А ты не думала, что твои вот эти порывы могут против тебя же обернуться? Кто-нибудь возьмет и воспользуется тобой. А давай я сама разберусь? А ты лучше бы книжку взяла, почитала. Лето заканчивается, скоро в школу. Делай, что хочешь. Правильно мама говорит. Лучше бы учебой занялась. Я тебе поражаюсь. Ты вроде старшая сестра, а я бедничаешь, словно младшая. Ты все еще надеешься, что мама с папой помирится? Поэтому против ее свиданий. А ты что думаешь, что чужой мужик нас будет любить сильнее, чем родной отец? Пора бы просто признать, что маминой и папиной дороги разошлись. Ты ведь тоже не знаешь, чем он занимается там в Америке, может он каждый день на разные свидания ходит? Да, но живем-то мы с мамой, а не с ним. И его отношения никак не могут навредить нам. А маминой что могут? А ты не понимаешь, придет сюда чужой мужик, начнет здесь устанавливать свои порядки. По-моему, ты просто фильмов насмотрелась. А ты, по-моему, слишком наивная. Даш, вставай! Что уже случилось? Мама дома не ночевала. Ну и что? Мне уже было свидание. Может, в гости поехала? На первом свидании в гости не ездят. В нее она не первая. Как не первая? Ну вот так. Мама с Юрием пожениться собираются. В смысле? Как давно они вместе? Недели две, три. Так быстро не женятся. Значит, врут. И почему ты об этом всем знаешь, а я нет? Да потому что ты на все резко реагируешь. Тебе разве можно хоть что-то рассказать? Папина дочка. Ты зато мамина. Ты маме звонила? Да звонила. Абонент не абонент. Ты номер этого мужика знаешь? Знаю. Мама звонила ему с моего телефона перед свиданием, но я сохранила номер. Ну так что ты ждешь? Звони ему скорее. Алло, это Юрий? Алло, это Юрий? Да-да, я вас слушаю. Это Даша, дочь Марии. Подскажите, пожалуйста, моя мама сейчас не рядом с вами? А почему ваша мама должна быть рядом со мной? Ну как же? Вы же ее жених. Жених? Вы что, шутите? Я вообще-то женат, и у меня есть трое своих детей. А как же моя мама? А к вашей маме у меня исключительно деловой интерес. Мама вчера ушла к вам на свидание и не вернулась. Мы с сестрой очень переживаем. Еще раз повторяю, никаких свиданий с вашей мамой у меня не было. Попрошу меня больше не беспокоить. До свидания. Что он сказал? Сказал, что он женат, и у него к маме был чисто деловой интерес. Ну, так может, ты напутала что-то? Ну, это он. Мама все про него рассказывала. Звонила ему перед тем, как он за ней приехал. Почему он тогда все отрицает? Я не знаю. Значит, надо звонить в милицию. Дело жареным пахнет. Нас даже слушать не станут. Взрослая женщина просто не ночевала дома. Она не подросток, и прошло не так много времени. Ну что-то же надо делать. Нельзя сидеть сложа руки. А что ты предлагаешь делать? Для начала давай позвоним ее подругам. Бабушке будем звонить? С ума сошла? У бабушки сердце больное. Не надо ее волновать. Бабушке сообщим в последнюю очередь. Поняла. Да, если будут какие-то новости, позвоните, пожалуйста. Спасибо, до свидания. Ну что, подруга позвонила? Да, никто ничего не знает. А ты чем занималась? Я папе позвонила. Зачем? Как и чем он нам поможет из Штатов? Он сказал, что вылетает к нам первым жерецом. Нашла предлог их помирить? Кого мирить? Мама пропала. И в одиночку мы две несовершеннолетние дуры ее не найдем. Ты себя слышишь? Нас двое. Это уже не в одиночку. Какая разница? Ты просто не можешь принять тот факт, что папа больше не живет с нами. И при любой удобной возможности ты тянешь его назад, в нашу семью. О, ничего себе, какой сегодня маму встречается. Мам, ты где была? Я же вас вчера предупреждала, когда уходила. Я была на свидании. Мы звонили твоему Юрию. У него есть жена, дети, и он никогда не был на свидании с тобой. Какому Юрию вы звонили? И зачем? Тому, которому ты звонила перед свиданием, и он тебя забирал. Перед свиданием я звонила Юрию Сергеевичу. Это мой начальник. А на свидании я была с Юрием Андреевичем. Это мой жених. Кстати, сегодня он придет с вами знакомиться. Мам, тут такое дело. В общем, Надя позвонила папе и сказала, что ты пропала. И он уже летит сюда. Ну, так позвоните, дайте отбой. Поздно, он уже вылетел. Мы тебе звонили. Звонил папа, сказал, что рейс задержали. Я ему сказала, что мама нашлась и прилетать не нужно. Ну, отлично. Одной проблемы меньше. Проблемой? Теперь ты так называешь нашего отца? Дочь, ну я не это имела в виду. Просто сегодня приедет Юрий, а ваш папа, ну ни к селу, ни к городу тут. Вот именно, что наш папа и рядом не стоял с каким-то там Юрием. Ладно, вы тут разбирайтесь, а я пойду посмотрю на сайте списки поступивших. Как раз должны были уже опубликовать. Ну не начинай, пожалуйста. Ты ведь его совсем не знаешь. Да каким бы он ни был золотым и прекрасным, он никогда не сможет сравниться с папой, который нас вырастил и воспитал. Ну, дочь, я же не прошу тебя называть его папой. Мам, нет! Я не собираюсь знакомиться с твоим Юрием! Алло, Макс, ты можешь его идти погулять? Нет, я сейчас брату с компом помогаю. А что у тебя случилось? Да мама приведет своего хахали знакомиться. А я его видеть не хочу. Понимаю. У меня отец вчера женщину привел. Ощущение неисприятное. Ой, ты чего им не имется? Ну, рано или поздно это должно было произойти. У меня это произошло слишком рано. Месяца не прошло, как мама с папой развелась. Ну, они у тебя давно не жили вместе, так что... Ты вообще на чьей стороне? На своей. Как бы то ни было, но мы должны это принять. О чем ты? Вчера я познакомился с женщиной своего отца. Теперь твоя очередь. Я не собираюсь ни с кем знакомиться. Просто сделай это ради меня. У родителей своя жизнь, у нас своя. Как ты сейчас не принимаешь выбор своей мамы, так и она не примет твой. Ладно, Макс, я тебя услышала. Не наделай глупостей, перезвони потом, скажи, как все пройдет. Давай, пока. Поступила! Поступила! Я поступила! Поздравляю, доченька. Я в тебе не сомневалась. И что? Ты теперь уедешь от нас? Да. Будешь теперь жить, как королева. Одна в комнате. Учитывая, что мама собралась снова замуж, скорее всего, сюда переедет ее новый муж. Такие перспективы меня не улыбают. Ты опять начинаешь? А что? Ты хочешь сказать, что не приведешь его сюда? Да я вообще не знаю, как будет. У него есть своя квартира и свой сын, который так же, как и ты, несовершеннолетний. И он так же, как и я, тебя не может оставить одного. Замечательно. Значит, он сюда еще и со своим сыночком приедет. Дочь, прекрати, пожалуйста. Юрий будет у нас минуту в минуту. Пожалуйста, веди себя нормально. А вот и он. Все-таки классный этот Юрий. Тортик принес. Цветы маме. И нам подарочки. Мне его подарок что шел, что ехал. А ты быстро папу на подарки променяла. Надь, ну прекрати. Ты же знаешь, что это не так. Надь, ну прекрати. Хватит быть маленькой импульсивной девочкой. Юрий, он ведь неплохой. И он ничего нам плохого не сделал. А я что? А ты себя с ним довольно по-хамски вела. Дерзила. Вот за что ты так? Ну извини, что расстроила вашего распрекрасного Юрия. Ну что, как все прошло? Да никак. Я не сдержалась. Ну не могу я делать вид, что мне нравится, что у моей мамы кто-то появился. Я тебя отлично понимаю. Но мы ведь собрались знакомиться с родителями. При чем здесь это? Ты же понимаешь то, что мама может тебя отплатить той же монетой? Это другое. Она твоя мама. И она вправе запретить тебе общаться со мной. Я с отцом уже договорилась. А завтра все меня ждут. А вдруг я ему не понравлюсь? Не говори глупостей. Как? Ты можешь кому-то не понравиться. Ладно. Я приду. Ну наконец-то вы пришли. Папа, знакомься. Это моя Надя. Юрий? Мы уже знакомы с сыном. Значит сын мой тебе понравился. А я нет. Та женщина, с которой ты меня знакомила, это мама Нади? Да, сын. Я, наверное, лучше пойду. Да нет, Наденька. Проходи. Чувствуй себя как дома. Зачем? Другу понятно, что после нашего прошлого знакомства вы своему сыну не разрешите встречаться со мной. А ты за меня не решай. Я уважаю выбор своего сына. Потому что это его выбор. Правда? Я же ведь не одобрила выбор своей мамы в лице вас. Ну, это твое решение. Наверное, были на то причины. Простите меня. Дело не в вас. Просто я не хочу, чтобы кто-то занял место моего папы. Я не претендую на его место. У каждого человека есть свое место в жизни. Ну что же мы встали как копанные. Дети, пойдемте чай пить.